В народном собрании со второй попытки избрали руководителей контрольной палаты и офиса уполномоченного по правам человека. На должность председателя контрольной палаты претендовали Кама Гогия и Каха Пертая. На два депутатских голоса больше получил депутат прошлого созыва Каха Пертая. При голосовании за кандидатуры на должность омбудсмена парламентарии продемонстрировали большую солидарность. В пользу Дианы Кирселян было отдано всего два голоса, хотя ее биография звучала более чем убедительно. В приветственной речи Диана Кирселян сделала упор не только на защиту прав отдельного гражданина, но и на поддержку коллективных прав всех жителей Абхазии перед мировым сообществом. Право на передвижение народа Абхазии и право субъектности Абхазии на участие на разных народных площадках. Послужной список Анас Кишмаря оказался не таким богатым, но тем не менее 32 депутатских голоса получила именно она. В 2008 году окончила обучение в СПБГУ на факультете психологии и политической психологии. С 2008 года по настоящее время является преподавателем Абхазского государственного университета педагогического факультета, это кафедра педагогики и психологии. В 2013-14 годах воспитатель дошкольного учреждения Кировского района города Санкт-Петербурга. С 2016 года по настоящее время психолог дошкольного учреждения Аллашера, город Сухом. В 2018-19 годах специалист Центра стратегических исследований при президенте Республики Абхазия. Анна Скишмаря уверена, что ее квалификации и опыта достаточно, чтобы возглавлять офис по защите прав человека. Депутаты внесли изменения в закон о рекламе. Парламентарии предлагают запретить рекламу табачных изделий и курительных смесей. Также в перспективе возможен запрет и на ввоз в республику этих смесей. По словам спикера парламента, сегодня остро стоит проблема потребления подобных изделий подростками. Различные курительные смеси. Это на сегодняшний день стало бедой. Я знаю, что в школах у меня уже есть обращение и учителей, и родителей на этот счет. Школьники приобретают вообще беспрекасно в магазинах различные эти смеси и, соответственно, курят их. Поэтому мы серьезно в парламенте должны подойти к этому вопросу. Возможно, запреты и запрету. Мы будем просыпать с этой ситуацией. Депутаты парламента приняли в окончательном чтении закона проекта внесение изменений в закон о туристической деятельности. Согласно этой поправке, экскурсоводом или гидом может стать совершеннолетний гражданин, имеющий основное или дополнительное профессиональное образование в области туристской деятельности. Гидом-экскурсоводом может быть человек, получивший общее среднее образование и достигший 18-летнего возраста, прошедший курсы гида-экскурсовода, чтобы после того, как он пройдет, они пройдут курсы гида-экскурсовода, могли заниматься этой деятельностью. Ранее закон гласил, что только высшее образование. Но так как у нас много студентов, много детей, которые еще не имеют высшего образования, занимаются в этой отрасли, решили внести такую поправку. Отныне решением парламента судебные исполнители получили право при ведении профессиональной деятельности использовать аудио- и видеозаписывающие устройства. В первом чтении депутаты приняли закон об ответственном обращении с животными. Он вызвал достаточно оживленную дискуссию. По мнению спикера парламента, проект требует более тщательной проработки. А Канкварчи и вовсе назвал его популистским. Он считает, что закон не будет работать в таком виде, какой он есть сейчас. Ваша нуждаясь, ты раньше меня отметил и правильно отметил, что нету полномочий на органах. Кто это за этим будет смотреть? Кто будет контролировать? Хозяин стерилизовал, отпустил, щенят, дыки, но он не выкидал. Кто это, какая служба вы за этим смотрите? Еще более активно обсуждали депутаты закон об энергетике. Но, несмотря на споры, все же приняли во втором и окончательном чтении. Самое главное, что предусматривает закон, это государственную собственность на все энергообъекты. Изменения такие, которые не подлежат приватизации. Что проходит большая генерация объекта свыше 5 мегаватт, чтобы они даже аренду, которую в аренду берут, чтобы они проходили через парламент. То есть, как Тимур до этого говорил, что государственное имущество через больше фильтр проходило. Это мое личное мнение. У кого-то может быть другое мнение на этот счет. Но я говорю свое мнение только. Категорически против закона проекта выступил Резу Зонтария. Он назвал его сырым. По его мнению, в нем нечетко прописаны принципиальные позиции. А передающие сети, единый оператор является унитарным предприятием, а вы потом пишете передающие сети. А передающие сети не входят в унитарное предприятие? А что такое возводимые? Кем? Государством, частными компаниями? Тоже хотите, чтобы государственное было? Тут обсуждаемых вопросов миллионы. Вы его так просто вынесли на обсуждение и говорите, убеждая, так написано. Так в законе написано, я же говорю, там огромное количество коллизий. Он не работает. Закон состоит об энергетике от целой отрасли, состоит из 10 страниц и 5 листов. Может он регулировать в энергетике целой отрасли правоотношения субъектов? Не может. Давайте, если вы хотите принять активное участие и не угробить энергетику, а с принятием этого закона ничего не поменялось в энергетике, а только стало хуже, давайте поработаем над этим законом, чтобы он был совершенен. Вот что я предлагаю. А это, считаю, что он пришел не по регламенту суда. Его надо снять с производства. Вот это мое сугубо убежденное мнение. Так нельзя делать, Бадрий. Да, еще раз повторяю, мимо меня нельзя просто... Попытался разъяснить формулировки энергетика. Единственное, я как воспринимаю это предложение, формуленное в виде законопроекта, я его вижу таким стратегическим, который предусматривает закрепление за государством исключительных прав на стратегические объекты. Я, как понимаю, вот эту формулировку, о которой шла речь, а также вновь создаваемые передающиеся сети, эта формулировка подразумевает, на мой взгляд, возможно, ошибаюсь, только то, что государство имеет полное право возводить и создавать эти передающиеся сети. В итоге законопроект был принят большинством голосов в окончательном чтении. Отклонили в ходе сессии два вопроса. Один из них касался выделения участка земли в постоянное пользование обществу с ограниченной ответственностью Самшит-2004. Сандрыпши. Даже имя Ахрика Цвеиба, который, по словам депутата Беи, представляет ООО, не помогло депутатам проголосовать за. А также народные избранники отклонили вопрос аудита Нацбанка. Мария Накотова, Инала Гухава, Абаза-ТВ. Абаза-ТВ.